Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и конечно же писать хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Напоминаю, что у меня появился Дзен-канал, вчера вечером я его открыла. Ссылочку на Дзен-канал закреплю в комментариях, переходите, ссылка будет в комментариях, переходите, подписывайтесь на канал. Ну что, друзья мои, да, некоторые пишут, Галя, у нас хорошо работает Ютуб, ребят, на самом деле мы не знаем вообще, как долго у нас проработает еще Ютуб. Поэтому единственный момент, единственная возможность, где можно общаться, это Дзен-канал. Сколько мы будем еще находиться на просторах Ютуба, на самом деле никто абсолютно не знает. Поэтому Дзен-канал всем тем, кто не хочет потеряться. Ну что, ребят, вы знаете, я так смеялась. Я у Лёли в телеге, и в телеге сегодня была, и на Дзене у нее сегодня была, и на Ютубе у Лёльки сегодня была. Она сегодня устроила самый настоящий переполох. Сама того не понимая. Я, ребят, так смеялась, так смеялась, это нечто. В общем, Лёля решила, решила устроить просто соцопрос. Она, значит, устроила ромашку, самую настоящую. Обращаясь к своим зрителям в телеграм-канале, Лёля говорит, ну что, на какую площадку мне выкинуть свой ролик? Ну и, собственно, предоставила там варианты ответа. А вот, значит, давайте, устроила голосование, голосуйте, на какую площадку мне первонаперво выкинуть этот ролик. Ну и там, не понимая ее, зрители начали писать, начали там говорить о чем-то, и далее я смотрю, выскочила Лёлька уже в своей лепешке, вот в этой, да, ну, в телеграм-канале, и начинает объяснять. Она говорит важное заявление. Друзья мои, хочу вам сказать, это важное заявление. Я хочу вас всех предупредить. Нет, нет, вы не переживайте. Я никуда с Ютуба не уйду, но просто я должна куда-то первонаперво выкинуть вот этот вот свой ролик. Ребята, я так смеялась, честно. Вы знаете, это вот из серии. Хотела как лучше, а получилось как всегда. То есть она решила, знаете, поиграть со своим зрителем и устроить такой соцопрос, мол, типа, да. А вместо этого напугала всех своих зрителей, ну и потом самой пришлось выскочить и, собственно, объясняться. Важное заявление, сказала Лёля. Я, говорит, никуда с Ютуба не уйду, Лёль. Господи, мы в этом даже нисколько не сомневались. Уж ты действительно никогда оттуда не уйдешь. На самом деле, мне кажется, самые наивные люди предполагали, что Лёля куда-то сдвинется. Нет, я и говорила у крупных блогеров, как были рекламы, так они и будут. Они абсолютно ничего не потеряли и не потеряют. Плюс, конечно же, как отправляли ей донаты, так и будут отправлять. Ну, друзья мои, случилось чудо. Я бы сказала, случилось счастье в Лёлькином семействе. Варя таки научилась ходить. Представляете, как говорится, не прошло и года, да. В общем, коротенький шорт выложила Лёлька. Ну, а там в действующих лицах Шурик, Варя, соответственно, да, Матрона и ещё Гришка. Правда, друзья мои, Гришка у них теперь стоит спиной и, кстати, главный по шкафам. Раньше Лёлька у нас разбиралась в шкафу. Помните, разбирала в шкафу, там всё время показывала, что она там что-то вещи перекладывала из одной стороны в другую. Там Светочка, Жемчужинка тоже всё это дело делала, да. Потом Лёлькины дети это делали, дочка Саши и так далее. Теперь уже Гришка назначит главным, главный, главный ответственный за шкаф. Стоит там что-то, перебирает, то ли что-то ищет для кого-то, то ли что-то там потеряли, друзья мои, очень нужное, очень важное. В общем, стоит Гришка спиной. Ну, и в этот момент Варя, да, Варя, Варя, значит, идёт, ну, научилась ходить, как они там подписали этот шорт. Значит, Варю ведёт Матрона. Я только хотела было спросить, простите, а где папа, а где самый лучший папа на свете, папа Шурик? И тут, бац, смотрю, картина маслом. Папа Шурик присел на одно колено, практически преклонил колено перед Варенькой и встречает свою любимую дочу. И, ну, и в комментариях, как всегда, друзья мои, масло масляное, как всегда, начали писать, что Шурик самый лучший папа на свете. Вот представляете, да, вот он просто снялся в этом коротеньком шорце, и он уже для некоторых самый лучший отец. Так и хочется сказать, Господи, потому что отцов настоящих никогда не видели, да, тех, которые несут целиком и полностью ответственность за своих детей. Пишет, Шурик такой молодец, он так страхует свою доченьку. Вы знаете, глядя на выражение лица Шурика, глядя, собственно, на то, как он выглядит очень часто в кадре, мне так и хотелось сказать, блин, Шурика бы кто подстраховал в нужный момент, да, тогда, когда будет нужно. Но, друзья мои, это ещё не всё, о чём я хотела с вами, да, что я хотела вам рассказать и с вами поделиться. Вы знаете, вот Лёля, когда сидела на своём последнем стриме, да, крайнем, простите, да, многим не нравится это слово, если вы честно, я, я не знаю, раньше, да, говорили последний, последний, потом стали говорить крайний, надо говорить крайний. И теперь я даже, когда сама говорю последний, думаю, блин, что-то я не то сказала, наверное, надо говорить крайний. Короче, не поймёшь, друзья мои, да. Ну что, в общем, Лёля на своем последнем крайнем стриме, друзья мои, сидела и там ей, соответственно, писали в чате, да, писали, значит, комментарии по поводу всего, Лёля там по поводу денег, ну, а ей про все на свете. И вот коснулся разговор моря, ну, и, значит, ей там пишут, вот вам бы здорово было бы съездить на море, отдохнуть, такой релакс, так замечательно, такой кайф, но на самом деле, да, это понятное дело, отдыхать всегда здорово, хоть на море, хоть не на море, какая разница, да, не обязательно ехать для этого на море, отдохнуть можно где угодно. Ну, а, друзья мои, так вот, про море, и ей пишут, что вам бы не мешало бы отдохнуть, было бы здорово съездить и так далее, и тут Лёля сидит и объясняет, по какой причине они не могут поехать на море. Она говорит, вы понимаете, дома у нас хозяйство, то есть это нужны люди на хозяйство, да, плюс, говорит, у нас же продукция вот эта, которой вот мы занимаемся, которую мы перерабатываем, то есть надо еще два человека, она сказала, один с этим количеством продукции, вы представляете, не справиться, да, то есть это еще раз говорит о том, что продукции много, пусть даже они перекупают что-то и так далее, то есть все равно продукции много, она говорит, нужно еще два человека, кто будет этой продукцией заниматься, ну, по идее, как они с Гришей этим занимаются, то там, знаете, можно и 22 найти. Так вот, и говорит, короче, нужны люди, и просто так, мол, людей с улицы не возьмешь, потому что неизвестно, какие люди сегодня они у тебя есть, а завтра их у тебя нет. В общем, говорит, вся загвоздка в людях. А я сижу, слушаю, думаю, ничего себе, ничего себе, друзья мои, надо же, да, а я-то думала, Лёля, вся загвоздка в деньгах. Друзья мои, представляете, да, мы-то с вами думали, что вся загвоздка у Лёльки в деньгах, оказывается, нет, только в людях, да, это та самая, которая на этом же стриме говорит, что у нас нет на песок 9 тысяч рублей, то есть на песок у нее нет 9 тысяч рублей, а на море, на поездку на море, видимо, денежки, конечно же, найдутся. Правда, потом, спустя минут 5, Лёля сказала, ну да, ну да, потом, значит, вот, когда вот все сделаем, можно будет и на отдых денежки собрать. А самим слабо заработать, хочется спросить. Ну, а далее, а далее, когда Лёля призналась, что ей больше нравится отдавать, нежели получать, я чуть было в обморок не упала, друзья мои, представляете, ну, надо же, вот кто бы говорил, да, но точно не она. Да, так и хочется спросить, когда ты в последний раз кому-нибудь что-нибудь отдавала? Ну, тебе-то понятно, к тебе люди едут и с подарками, и совсем на свете, и донаты тебе донатят, и все для тебя делают, а ты-то, когда кому-то что-то отдавала? Ну, видимо, забыла, что никому ничего не отдавала, но, правда, сказала, что вот сколько бы ни попросили, она бы обязательно всем помогла. Ну, а далее опять начала расхваливать своего мужа Григория, говоря о том, что как хорошо, что у меня теперь есть муж. Слава Богу, говорит Лёля, что у меня теперь появился муж, поскольку раньше все было на моих плечах. Правильно, Лёля? Раньше все было на твоих плечах, а теперь на твои плечи еще и взгромоздился твой муж и его, собственно, семейство, и теперь еще помимо своей семьи, помимо себя любимой, тебе надо тащить на своих плечах еще и своего мужа, его семью, а также еще Шурика, и все вместе вы сидите на плечах зрителей-донатчиков. Просто замечательно, друзья мои, даже не знаешь, что и сказать по такому случаю. Вы знаете, вот смотрю я на Лёлю, ну, вот настолько все одно и то же, каждый божий день, каждый день. И вот в чате все равно же огромное количество людей, которые пишут, которые ей верят, которые готовы донатить каждый божий день. Ну, правда, от того, что они готовы, знаете, да, готовы-то они готовы, но вот денег каждый день донат и лёлички кидать у них нет, поэтому, конечно же, конечно же, да, кто-то пишет мне в комментариях, Галь, да она выставит на 9 тысяч, а соберет на 90. Ребят, да не донатят ей больше в таком количестве, уже не донатят, это понятно. Как ни крути, не донатят, уже нет такого количества денег у нее, как было раньше. То, что она специально выставляет маленькими суммами, это мы уже с вами обговорили все еще года 3, 2 года, 3 года тому назад и так далее, это все понятно. Это для отвода глаз, это понятно абсолютно любому, да, здесь даже можно об этом и не говорить. Но другой момент, вот раньше, вспоминайте, когда ей собирали на народный, как она говорила, автомобиль, автомобиль для детей. Вы вспомните, какие суммы шли каждый божий день, а сейчас-то что? Ну, так, как говорится. Ну, да, то, что кто-то скажет хорошие деньги, да, для кого-то хорошие деньги. Для нее, по сравнению с тем, что было раньше, это, конечно же, вообще просто ничто. Поэтому обратите внимание, как Люля стала внимательно относиться к своим зрителям, стараться их лайкать, стараться писать какие-то хорошие комментарии. Даже когда ей в чате говорят что-то не очень хорошее, она все равно старается держать, держать такое, знаете, доброжелательное лицо, доброжелательную улыбочку, смотреть с улыбкой, да, и стараться отвечать как-то относительно нормально. Раньше она даже никого не лайкала. Давайте вспомним 4-3 года тому назад. Она даже лайки практически никогда не ставила. Почти-почти никогда не появлялась в комментариях. Нет, она, может, там и появлялась, но то, что она ни на кого практически не реагировала, это было действительно так. А сейчас прям сама милота, сама доброта. Ну, друзья мои, вот такой у меня получился небольшой обзор, продолжение следует. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой Дзен-канал. Только подписавшись на канал, можно писать там комментарии. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok